Друзья, привет! Бесконечно можно смотреть на воду, на огонь и на то, как сторонники Путина устанавливают скоростные рекорды на переобувание в воздухе. И вот рекордсменка, рекорд 2,5 минуты. Ну, потому что 22 года он у нас уже власти, да? То есть, понимаете, как бы обычный человек столько времени не может пробыть в власти. Женщина его очень любит, любит всем сердцем. Он 22 года у власти, и если бы не Путин, то нас бы не было, потому что Путин это отец наш. Ключевые убеждения этой женщины понятны. Прошло 30 секунд с начала интервью. Это, ну, как бы уникальный человек. Просто, как бы, ну, нет ему на замену. Поэтому нужно, чтобы он жил. Я котенка подобрала, я его назвала Володей. Но это же получается вот учителитарный лидер какой-то. Да, абсолютно. И разве это хорошо? Ну, скажите мне, почему плохо? Какую альтернативу вы увидите? Ну, думаете, у нас мало в стране, где сколько у нас, 140 или 150 миллионов людей, кандидатур на пост очень умных, образованных. Ну, тогда получается, что их не пускают. Вы хотите сказать, что их просто не пускают? В голове у сторонницы Путина начались метаморфозы. Начала думать. В отличие от некоторых других, у нее активизировался мыслительный процесс. Ну-ка, ну-ка, что там дальше? Прошла минута. Ну, можно, конечно, с этой стороны на это посмотреть, да, согласна. Но все равно, я считаю, что лучше пусть будет он, потому что если его убьют, нам хана будет. Поэтому пусть он будет жить. Ну, а когда придет время, ну, наверное, как бы они считают, что оно когда-то должно прийти. Я не знаю, ну, там, если там у него нет еще что-то в план, вот, тогда будет какое-то другое видение. Мы же хотели бы, чтобы он вообще пожизненно был. Ну, если, как бы, как он называет, есть такой способ, чтобы он живет вечно? Роботизируем его, и он будет все время править Россией бесконечно. Почему нет? Ну, единственное, как бы, у него косячок на местах очень много, не очень хороших людей. То есть, как бы, он сидит слишком высоко, он не видит все, что происходит. Минута 47. У Путина есть косячок, он не видит все, что происходит. Иными словами, у него нет объективного понимания происходящего всей картины того, что творится в стране. Косячок на местах у Путина оказывается. Так это один из самых важных, один из основополагающих косячков, когда чем-то управляет человек, у которого нет понимания того, как это работает на самом деле. Ему нужно помочь. А вот в наших силах с вами помочь. А что, например, касается того, что он постоянно врет? То есть, вот изначально он говорил о том, что не будет там повышать пенсионный возраст, в итоге повысил. В конституции то же самое касается. Вы понимаете, что он же у нас не сам все делает? Это же, как бы, большая такая схемка, которую управляет им. Он просто пешка. Постойте, 2 минуты и 15 секунд. От «люблю Путина не могу» до «Путин всего лишь пешка» и существует схемка, которая им управляет. Рекорд скоростного перебывания у этой женщины 2,5 минуты. Точнее, чуть больше. Но до понимания того, что что-то не так, 2 минуты 14 секунд. Друзья мои, ну что, следует поздравить эту женщину? До нее что-то дошло. Правда, не все, но частично. От «люблю Путина» до того, что правду мы все-таки не узнаем. А что же сам президент? А вот, посмотрите, Путин впервые с конца февраля провел очное совещание. То есть, не откуда-то, а дистанционно из кабинета в бункере. А очное. И заговорил про гражданскую оборону. Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня плановый вопрос. Министерство по чрезвычайным ситуациям. МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать. Посмотрите на лицо Путина и после посмотрите на лица вот этих достойнейших людей. На лицах читается отрицательная радость. В глазах положительная грусть. В последний раз они так собирались в теплой, уютной компании тогда, когда обсуждали признание ЛДНР. А сейчас же речь пошла про гражданскую оборону. Это, конечно, как говорит Путин планово. Ведь все идет по плану. А давайте я вам зачитаю, что такое гражданская оборона. Из слов понятно, но хотелось бы обратить внимание на формулировку того министерства, которое и предложило Путину заняться этим вопросом. Гражданская оборона, говорится на сайте МЧС России, основные понятия и задачи. Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера. Путин совбезом обсуждает защиту нашей страны, причем при возникновении военного конфликта. Так никакого военного конфликта нет, идет же где-то спецоперация. Ну да, мобилизовали 300 с лишним тысяч человек. В Сирии такого не было, а здесь мобилизовали, ну план такой был. Херсон оставили, но это тоже по плану. Сейчас по плану обсуждения. Уже обороны нашей страны. Пропагандисты рассказывали про Киев за три дня. А сейчас на самом высоком уровне обсуждается именно защита. Нет, ну в любом случае план же какой-то есть. Рассказали плановое обсуждение, значит плановое обсуждение. Ну вот внепланово в Томске произошел, можно так сказать, бунт мобилизованных. Да-да, очередной. Вот ты прикиньте, вот мы 26 числа здесь находимся, нам, блядь, офицеры врали нахуй в лицо, что мы тер оборона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение, блядь, мы штурмовики. Мы штурмовики, блядь, мы не тер оборона. Она сейчас только об этом... Мы автоматы еще даже не видели. Автоматы не держали, блядь. Автоматы не держали две недели. Вообще, сегодня пришли на полигон пометать гранаты, блядь. Сказали, гранат нету, нахуй. Не дали даже автобус назад, мы пешком с полигона, блядь, пришли сюда. Мобилизованные почему-то недовольны своими офицерами. Ну а теперь, друзья мои, к новостям, которые приводят в ужас. Эти новости с утра облетели без преувеличения всю страну. На Сахалине случилось непоправимое. В одном из поселков на Сахалине произошел, как пишут СМИ, хлопок газа. Но хлопок не хлопок, произошел взрыв. Взрывался, как пишут, газовый баллон, потому что местное начальство заявило, что дом был негазифицирован. Дом, судя по кадрам, не старый. В этом негазифицированном доме взрывался баллон, и часть пятиэтажного дома просто обрушилась. На момент съемок данного ролика известно о девяти погибах, в том числе есть, как пишут и дети. Детей, как известно, на данный момент трое. Пропагандисты рассказывают про наведение порядков где-то в другой стране. А у нас, на Сахалине, где добывается и нефть, и газ. В негазифицированном доме взрывался газовый баллон, и относительно свежий дом частично обрушился. За день до этого Путин садится и обсуждает вопросы гражданской обороны. А на следующее утро взрывается дом, гибнут люди. Также следует добавить, что на Сахалине введен режим чрезвычайной ситуации. Именно в том поселке Томовское, где и произошло это страшное событие. У нас в стране многие люди до сих пор моются водой из батареи. Это не шутка, это факт. Несколько миллионов россиян ходят, простите меня, в туалеты на улице. По телевизору говорят о небывалом величии. В то же время взрывался негазифицированный дом в том регионе, где газ этот самый добывают. Но виновата в этом, естественно, Украина, Америка и Запад. Логика, по-моему, правильная, нигде не напутал, да? И в то же самое время по телеку говорят, как там без российского газа загибается и замерзает Европа. У нас без российского газа, огромная часть России, люди прибегают к тому, что покупают баллоны и потом вот происходит подобное. Что здесь можно, друзья мои, сказать? Это небывалое величие, вот так сейчас выглядит дом. Но есть, друзья мои, хорошие новости сегодня. Хорошая новость заключается в том, и эту новость публикует паблик «Мой Нижний Новгород». Посмотрите по карте, на каком расстоянии Нижний Новгород находится от столицы. С гордостью новости публикуют. Вот эту кучу дров подарили женщине, сын, который участвует в спецоперации. Татьяна Шишкина, многодетная мать, живет в Новашинском, или Новашинском, простите, районе с детьми. Муж погиб, а старший сын уехал на СВО. Дом у нее частный, без газа, есть только печка. Помочь матери солдата, святая обязанность, заявил спикер ЗАГС Собрания региона Евгений Люлин. И женщине привезли целый кузов дров. Муж погиб, сын уехал, и о женщине позаботились. Дров ей привезли. И есть еще хорошие новости, помимо той, что помогли женщине. Оказывается, в России научились отращивать конечность. Теперь можно абсолютно без страха идти на передовую, даже если отрывают руку или ногу. Левский подход, применение 3D-импланта, костной пластики и клеточных технологий, прежде всего стволовых, позволил нам в кратчайшие сроки замещать значительные протяженности дефекты костей, мышц, кожи и восстанавливать военнослужащих с тяжелыми ранениями в кратчайшие сроки. И многие из которых уже выполняют свой воинский долг в разделениях, откуда они прибыли к нам на лечение. Наверняка это будущее. Такого даже в голливудских фильмах не найдешь. Военному отрывает там что-то. Он приезжает к ним, ему буквально отращивают палец и опять на передовую. В России у нас не производят своих подшипников. В России у нас не производится своего много чего не производится. Проще перечислить по пальцам, что именно производится. Но зато, зато, как говорят пропагандисты, научились части человека отращивать. В это очень верится. У нас же высокотехнологичная страна. Но вот в области медицины есть определенные достижения. Также определенные достижения есть в Тобольске. Подписчица прислала мне новость, говорит Антон. Расскажи, пожалуйста, расширяют федеральную трассу Тюмень-Ханты-Мансийск до Тобольска. И вот что пишут новости. На пути к Тобольску расширят трассу до четырех полос. На это планируют потратить 11,5 миллиардов рублей. И вроде бы все здорово, круто делают новые дороги. Но вот только эта дорога протяженностью всего лишь 12 километров. То есть на дорогу протяженностью 12 километров планируют потратить почти 12 миллиардов рублей. Один километр, один миллиард. Ну а что? Цифры-то красивые. Я помню, как в 21 году прилетали новости из Томска о том, что там наконец-то достроили развязку. И показывали фотографии. Там реально была сложная работа. Делали прокол под железной дорогой, что в принципе достаточно проблематично, очень трудоемко. И там вот эта развязка, она стоила 1,8 миллиарда. А здесь 12 километров дороги за 12 миллиардов. Теперь пару слов о мобилизации. Она на словах закончилась, на документах нет. В прошлом ролике я вам показывал администратора Зет-канала, который предполагал, что будет новая мобилизация. И вот посмотрите, местные и локальные издания начали что публиковать. Издание Бизнес-газета. Владимир Орлов, Вече. Вторая волна мобилизации неизбежна. Нужно не 300 тысяч, а 2 миллиона. Об этом заявляет, как его представляет главный гуманитарщик СВО. И этот человек заявляет, что вторая волна мобилизации неизбежна. Раз звоночек был, два звоночек был. Перед вот этой так называемой частичной мобилизацией тоже были звоночки. И вот они звенят. И, друзья мои, предполагаю, что вторая волна мобилизации не за горами. А это Олежка Газманов. Олежка Газманов – величайший патриот всей Руси. Олежка Газманов расстроился из-за того, что он не может воспользоваться своей квартирой там, на загнивающем западе. Такой сдурой я купил эту квартиру, понесчастную. Теперь не знаю, что с ней делать. Олег Газманов уже 8 лет не может попасть в свою квартиру в Юрмале. Лизаул российской эстрады 2014 года. Персона Нонграда в Латвии. Один раз порадовался. Я вообще купил Малине подарить. Взял и говорит, Малине, ну вот тебе квартира. Она говорит, зачем? И вот она оказалась правой. А почему же, интересно, патриот Олег Газманов не купил квартиру Марине на Сахалине? Вот бы они сейчас удивились тому, что там произошло. Нет, Олег Газманов купил квартиру в загнивающей Латвии. Вот прямо там, в логове врага. А сейчас не знает, что с ней делать. Бедный Олег Газманов. Так его жалко. И напишите в комментариях, что вы думаете о происходящем. В том числе, давайте пожалеем Олега Газманова, что он не может воспользоваться своей уютненькой квартирой. Не забывайте подписываться на канал. А с вами были новости с Антоном Хардиным. И я не прощаюсь.